Митинг памяти. Армавирцы отметили очередную дату вывода советских войск из Афганистана. Глава и президенты, городоначальник провел встречу с лидерами городского совета школьного самоуправления. Молодежь и церковь с подростками, которые попали в трудную жизненную ситуацию, разговаривали священники. Здравствуйте, в эфире новости на телеканале РЕН-ТВ Армавир, в студии Ирина Рухлядко. Почти 14 тысяч солдат и офицеров советской армии не вернулись из Афганистана, страны которой 10 лет была территорией военного конфликта. 15 февраля 1989 года командующий ограниченным контингентом советских войск в Афганистане генерал Громов доложил, что вывод солдат из этой страны закончен. Теперь в этот день в России вспоминают всех тех, кто погиб, исполняя свой долг за пределами Отечества. В Армавире прошел митинг с подробностями Алена Безовчук. Рядовой Олег Ткаченко погиб в августе 1981 года, не дожив до своего 19-летия 4 месяца и 3 дня. Степан Кикиджан, командир мотострелкового взвода, погиб 15 мая 1982 года, посмертно награжден орденом Красной Звезды. И сколько еще героев не вернулось из Афганистана. Мы были все солдатами. Мы ее прошли и с честью пронесли нашу службу. Он и праздник сегодня, и день памяти. И даже в этот день мы будем сегодня уже хоронить еще одного нашего афганца, Андреева. То есть война нас не забывает, она потихонечку ведет нас к определенным позициям. 15 февраля, в день окончания вывода советских войск из Афганистана, армавирцы собрались у памятника погибшим в локальных войнах. Цели были в этой войне совершенно явные. И не случись этой войны, наверное, то, что произошло в России, и то, что произошло с Советским Союзом, произошло бы намного лет раньше. И та зараза, та чума, которая сегодня распространяется из Афганистана по всему миру, связанная с наркоманией, то же самое захлестнуло бы нашу страну гораздо раньше. Сейчас в Армавире живут 243 воина-интернационалистов. С каждым годом их становится все меньше, но они живы в памяти их потомков. Конечно, сегодня праздник. И я поздравляю всех с этим праздником. Пусть меньше будет у нас этих военных конфликтов. Пусть наши воины, призывники учатся военному делу и не участвуют в таких конфликтах. Всех с праздником. И память, вечная память, не вернувшимся с этой войны. Я хочу сказать родителям и родственникам тех, кто не пришел с войны, вечная слава тем героям, которые стали слежать на поле боя. И дай Бог здоровья нашим здесь присутствующим воинам-интернационалистам. Десять раз за афганскую войну Армавиру пришлось встречать груз-200. Но в этот день вспоминают и тех, кто погиб, исполняя свой долг в Корее, Вьетнаме, Сирии, Египте, Мозамбике и Анголе. Россияне участвовали в более 30 вооруженных конфликтах со пределами страны. 25 тысяч из них не вернулись домой. Алина Безовчук, Максим Котов, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. К другим темам. Глава Армавира провел очередной прием граждан по личным вопросам. Проходил он в районе кирпичного завода. Но, несмотря на это, пообщаться с городоначальником приезжали и из других микрорайонов. Подробности далее. Людмила Октябриновна Антонова пришла с просьбой разобраться с начислением за вывоз твердых бытовых отходов. Женщина беспокоится за своего бывшего опекаемого. Говорит, отходов после себя он оставляет немного. А вот за мусор приходится платить вместо обычных. 32 рублей 54 копеек с человека почти 100 рублей. Квитанцы из такой суммы приходят не только ему, замечает пенсионерка. Здесь вот с детей 99 рублей. Это как за троих человек с одного. Именно за мусор? Только, вот да, вот именно за мусор. Видите, 99 рублей. Это, ну понимаете, не знаю, как даже выразить. Жители платят сегодня за мусор управляющие компании. Управляющая компания по количеству выборов, ну, вывезенного мусора расчисляет на собственных. То есть люди собирают больше, чем много. Как выяснилось, расчет проводили исходя из наполняемости их контейнера для мусора. Расположен он рядом с домом. Но бытовые отходы туда могли бросать и люди из соседних домов. Глава Армавира поручил коммунальной организации пересмотреть размеры начислений. Люди, которые, они считают, они платят за мусор. Да, они платят. Но они не около своего двора, там, что оно лежит и это. Они приносят и туда кидают. Вот отсюда и наполняемость. Если мой ребенок, вот он еще месяца не живет, вот мы сейчас к нему приехали, мусор у него в ведре, вот такой вот, почти за месяц. Вот столько мусора. И он за него платит, вот за такой, 99 рублей. Это что, нормальное явление? Подключиться к газопроводу для создания автономного отопления не может Ирина Петровна Шапошникова. Может, говорят газовики, но когда речь идет о безопасности и жизни людей, экономить здесь нельзя. Женщина просит в обход существующих правил эксплуатации газового оборудования выдать ей разрешение. Говорит, так дешевле. Но небезопасно, уверены специалисты. Там идет от ГРП такая труба общая, на один дом и на пекан. То есть, если отсюда врезаться, нам будет это и дешевле, и ближе. Допустим, этот вопрос рассмотреть, если можно. Потому что, кстати, те горизонали на контакт просто не делают. Ну, второй вопрос по последнему проекту, когда уже газификация всего дома. Есть сегодня нормы. Согласно этих нормам, это у вас официальный ответ. Предприятие «Мир Гургаз». У вас официальный. Если вы с ним не согласны, вы будете его обжаловать. Это организация, которая сегодня отвечает за вашу безопасность и за безопасность ваших соседей. Они несут персональную ответственность. Среди обратившихся к градоначальнику вопросы улучшения жилищных условий, изменения вида использования земельного участка, несогласия с действиями некоторых врачей пульмонологического отделения, вопросы по начислению заработной платы. Часть из рассматриваемых проблем, как оказалось, решить под силу только судебной власти. Часть была решена во время приема. Оставшиеся будут выполнены в ближайшее время. Александр Ефанов, Евгений Халманский, специально для телеканала РЕН-ТВ «Армавир». Глава «Армавира» дал свой наказ президентам. Слушали они его внимательно и обещали не подвести. Впервые в городе прошла встреча лидеров школьных самоуправлений с мэром и председателем местного парламента. Подростки рассказали о своей работе, новых проектах и не постеснялись попросить о помощи. У нас очень активная становится молодежь города РЕН-ТВ «Армавира». И в городе уже есть и совет школьного ученического самоуправления, где каждая школа выбрала своего лидера. Заседание городского совета школьного самоуправления под председательством главы проходит впервые. В своих учебных заведениях лидеры были выбраны в октябре 2013-го. В «Армавире» теперь есть 23 президента, которые отвечают за учебную, творческую и общественную жизнь школьников. На вас должны равняться, и вы должны действительно стать теми локомотивами каждой в своей школе, локомотивами идей, реализаторами общих планов, мероприятий, которые должны проводиться на территории вашего учебного заведения. Самое главное, что под вашим непосредственным участием, с помощью и самого преподавательского состава учебного заведения, вы должны вашу школу поднять на новый уровень и сделать его среди равных лучше. На встрече с главой ребята рассказали об идеях, которые они реализуют лично. Как президенты, лидеров призвали привлекать к участию в различных городских и школьных проектах не только активных учеников, но и тех, кто сторонится общественных мероприятий. Есть и такие. Их нужно заинтересовывать совместной деятельностью, например, работая в трудовых бригадах. Причем и самим президентам было бы полезно на себе ощутить прелесть такой занятости. Сейчас большое количество ребят, которые состоят на профилактических учетах, вы их, наверное, все знаете, и вы должны как кураторы взять под свой контроль. Вы должны помогать им в учебе, помогать им в спорте, помогать им, если нужно, дома. Трудовые бригады – это одна из возможностей заработать первые деньги. Кто работал из вас в бригадах? Работал кто-то? Нет. Никто не работал, да? Но вот видите, я считаю, что вам, во-первых, вам нужно поработать в трудовых бригадах, чтобы вы могли донести до ребят, что это такое. А это действительно интересно, это здорово. Это гектары обработанной земли, это убранный мусор на территории города. И вы понимаете, что это сделано вашими руками. Президенты не стеснялись задавать вопросы главе. Их интересовала судьба спортивных олимпийских объектов и вероятность того, что какой-нибудь из стадионов разберут и привезут в Армавир. Иван Александров – лидер первой гимназии, любитель игры «Что, где, когда» попросил помощи главы в организации большого турнира. Делом молодежи было запланировано проведение игры «Что, где, когда» на кубок главы города. На данный момент открытым остается только один вопрос. Это вопрос с помещением. То есть вы понимаете, что мероприятие такого уровня, рассчитанное на большое число участников, большое число команд, в связи с чем хотелось бы, чтобы помещение было достаточно вместительным и в то же время достойным. Я хотел бы попросить у вас, Андрей Юрьевич, помощи в реализации этого проекта. Принимается. Я думаю, что в городе мы сможем найти помещение для проведения турнира. Но если мы вам предоставим воздухоопорный комплекс на Каспарово, вам удобно будет? А сидячие места? Там 300 мест. А, ну тогда я думаю, что да. Вы уже были на Каспарово? Ну, конечно. С интересным предложением к президентам обратился и глава. Андрей Харченко напомнил лидерам школы о том, что Армавир в сентябре отметит юбилейную дату – 175 лет со дня образования. И уже сейчас учащиеся могут делиться своими идеями. Как провести открытие праздника и какими мероприятиями наполнить торжественные дни. Кроме того, у каждого школьника появляется возможность получить своеобразный ученический Оскар. В 2014-м в Армавире объявлен конкурс на звание лучшего ученика года. Ирина Рухлядка, Артур Каджанян, Евгений Халманских. Служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. Не поделили дорогу. В минувшую пятницу в редакцию нашего телеканала поступил звонок от одного из жителей, который сообщил о ЧП на железнодорожном полотне неподалеку от переезда по улице Кропоткина. Там произошло либо столкновение двух цистерн с растительным маслом, либо одна из них просто съехала с рельсов. Выяснить точно, что произошло, не удалось. Комментировать ситуацию ответственные службы отказались. В Армавирской дистанции пути отметили, что на территории их обслуживания подобных ЧП не происходило. Главное, что никто не пострадал и не произошла утечка продуктов перевозки. Продолжая выпуск. 15 февраля во всех храмах Кубани прошли встречи молодежного актива и духовенства. Краевая акция проводилась в День православной молодежи. Также это событие совпало с одним из главных церковных праздников – Сретенем Господнем. Более 300 молодых человек посетили соборы Армавира. Среди ребят и подростки, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Подробности далее. Сретенье – это встреча. Встреча зимы и весны Ветхого и Нового Завета. В основе праздника лежит библейское событие, когда родители принесли в храм младенца Христа и Мессию принял на руки старец Симеон, понимая всю важность этого события в истории человечества. Такая тесная связь с Богом, она человека очищает. Дело человека праведнее, честнее, лучше по всем его внутренним параметрам. Поэтому для нас сегодня Сретенье – это встреча. Наша встреча с Богом, которая возможна каждому, кто входит под своды храма. Один из главных церковных праздников совпал с еще одной важной датой – Днем православной молодежи. В этом году акция прошла по всем городам Кубани. Более 300 молодых людей собрались в храмах Армавира. Православие заметно помолодело, заметил священник Свято-Никольского собора отец Антоний. Он провел экскурсию по храму, рассказал о церковных таинствах и отметил важность культурного обмена между православной церквью и самой активной частью общества. Сегодня молодежь с церковной точки зрения может оценить нашу с вами культуру. Сегодня молодежь с точки зрения своего возраста может оценить те или иные музыкальные новинки, те или иные новинки киноиндустрии, оценить какие-то новинки литературы. Все это является интересами современной православной молодежи. Она не только появляется у нас в храме, она является переносчиком традиционных, культурных ценностей, общества своих сверстников. Бывает так, что подростку, попавшему в сложную жизненную ситуацию, необходим совет старшего, более мудрого и опытного человека. Зачастую роль психолога брали на себя священники, помогая не отчаяться и достойно найти выход из положения. Помни об этом, организаторы акции «Активисты отдела по делам молодежи» особое внимание уделили трудным подросткам. Мы, как один из органов системы профилактики, пытаемся всячески вовлечь в рамках индивидуальной работы с этими ребятами их в досуговую жизнь, в активную, в творческую. Но в то же время сегодняшнее мероприятие духовное, оно направлено на то, чтобы человек, попавший в такую трудную жизненную ситуацию, мог обратиться к Богу за помощью. Вы можете в любой момент прийти в храм и побеседовать со священником. Если надо, получить совет и поддержку, заметил отец Антоний. Самое главное – верить и не замыкаться в себе. В тот же день по окончании основной встречи священник провел и индивидуальные беседы с желающими. В воздухоопорном комплексе «Лидер» прошел открытый турнир Краснодарского окрая по тэквондо среди юниоров. В Армавир приехали спортсмены из Ставрополя, Гулькевичского, Новокубанского и Юспенского районов. Выявить перспективных бойцов – главная задача городской федерации. Тему продолжит Лариса Юровская. Нога, кулак, путь или искусство – именно так переводится название одного из древних видов восточного единоборства – тэквондо. Причем слово «искусство» здесь первично. Три раза в год Армавирская федерация принимает участие в краевых соревнованиях. В этот раз гостей встречали у себя дома. Сверхзадачей тэквондо в древности было умение без оружия вывить всадника из седла. Со временем цели изменились. Популяризация этого вида спорта, выявление наиболее талантливых спортсменов – главная цель соревнований. Цель соревнований, конечно, выявить лучших спортсменов. Конечно, это, как у нас принято называть, обкатать спортсменов, чтобы спортсмены получили необходимую практику для выезда на всероссийские соревнования. Флаг соревнований поднимает Хачатур Тарасянс – бронзовый призер чемпионата мира по тэквондо 2013 года. В Лондоне наш боец показал прекрасный результат. В настоящее время собираются улучшить собственное достижение и готовятся поехать в Швейцарию, где пройдет чемпионат Европы. Я занимаюсь уже восьмой год. Сначала я хотел прийти в каратэ, мне нравилось каратэ, но потом бабушка меня привела и сказала, давай Хачат, попробуй позаниматься, может что-то получится. Я начал заниматься и постепенно начал достигать каких-то результатов. Армавирская федерация тэквондо считается одной из лучших в крае. Трижды в год мастера проводят отбор спортсменов в краевую и всероссийскую сборную. Положение тела, умение двигаться в стойке. В приоритете именно искусство ведения боя, поэтому в этом виде спорта нет жесткого контакта. Спортсмены занимаются в большей степени для здоровья и занимаются как искусство, в первую очередь. Но и предотвращает множество травм. У нас в комплекте полная экипировка, которая защищает все жизненно важные органы человека. Это безопасный вид спорта, в первую очередь. Тэквондо – олимпийский вид спорта, поэтому в амбициях ребят – попасть в сборную страны. Такая перспектива есть у армавирских юниоров. Абсолютными победителями краевого турнира стали Назар Рэбик, Артем Теплоухов, Руслан Ткач. Пожелаем ребятам дальнейших побед. Лариса Юровская, Сергей Шульц, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. 13 кубанских спортсменов заявлены на участие в 12-х зимних олимпийских играх в Сочи. Среди них и наша землячка Алина Гриднева. Девушка занимается лыжной акробатикой. Корреспонденты РЕН-ТВ, Армавир побывали в школе, которую она закончила, и узнали, что помогло ей добиться таких результатов. С подробностями Алена Безовчук. В этом спортивном зале 23-й школы чемпионка России 2011 года по фристайлу Алина Гриднева провела не один час. Учитель физкультуры Людмила Жибрикова на своих уроках всех учеников держит в строгой дисциплине. И наверняка здесь вырастет еще не один чемпион. Учитель математики Татьяна Мельник Алину Гридневу знают с 5 лет. Педагог давно дружит с родителями спортсменки. Нередко лыжную акробатку приглашают в родную школу. Она привозила свои записи, показывала. Ну там и дети в шоке тоже были. Вообще, как вид спорта, наверное, для бесстрашных таких детей. Ну вот Алина именно такая, да? Алина такая. Но, к сожалению, армавирская спортсменка не выступит на Олимпиаде из-за старой травмы. Об этом стало известно за день до начала соревнований. Такие новости очень огорчили всех ее болельщиков, особенно в 23-й школе. Но ребята продолжают следить за зимними играми и переживать за наших чемпионов. Парни не пропускают хоккей. Сколько мы не выигрывали 20 лет Олимпиаду, надо же наконец-то говорить, причем в России. И желательно канадцев в финале. 7-3. Но свои Олимпиады Сочинскую считают не только спортсмены. Мученица 11-го класса Юлия Назаренко выступала на церемонии открытия. Безумное чувство гордости, что Олимпиады проходят именно в моей стране. И что мне есть такая честь, как бы хотя бы что-то внести свой какой-то вклад в историю своей страны, в историю своей Родины. На уроках в школе постоянно обсуждают все последние олимпийские новости и даже сочиняют кричалки. Мы болеем, грустно очень, за Россию, выиграть в Сочи. Алена Безовчук, Сергей Шульц, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. Продолжит выпуск новостей прогноз погоды. С ним вас познакомит Лариса Юровская. Спасибо, Ирина. Здравствуйте. Небольшой туман, облачность и осадки. Таким синоптики видят вторник. Столбик термометра опять поползет вниз, хотя до минуса не доберется. Температура воздуха утром плюс 6, днем 9 градусов выше нуля. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ветер западный, умеренный. 18 февраля в 1960 году стартовали восьмые Олимпийские игры. Прошли они в горном курорте Сквавелли на территории штата Колорадо в Америке. Впервые Олимпийский огонь забрался так высоко. На протяжении всей подготовки скептики сомневались, удачно ли выбрано место и успеют организаторы завершить все приготовления. В этом же году после долгого перерыва в состав Олимпийских игр вновь включили биатлон, один из зрелищных видов спорта. Болите за нашу сборную, а у меня на этом все о погоде. Спасибо, Лариса. Информация о погоде завершила выпуск новостей. Познакомиться с ними вы можете и на сайте в интернете www.aravita.info и на волнах вторая Дио Армавир. В студии была Ирина Рухлядко. Всего доброго и смотрите телеканал РЕН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова